Продолжаем наше упражнение с теорией множества. Теперь нам надо построить функцию, которая составит нам разность двух множеств. Что такое разность множеств? Есть два множества А и В. Мы берем те элементы, которые входят в В, но не входят в А. Это и будет разность множеств А и В. Давайте я вам еще раз покажу картинку, наглядную диаграмму Эйлера. Вот разность множеств, в данном случае В минус А. Это из множества В мы выкидываем те элементы, которые входят в множество А. В данном случае В стоит первым операндом, А вторым, и в киллере множеств используется обратный слэш для такой разности. Давайте попробуем это реализовать. У нас для этого есть все необходимое, чтобы выбросить из множества В те элементы, которые входят в А. Назовем эту функцию диф разность. Дифун, диф. Ну, пускай S1, S2. Мы выбрасываем из S1 те элементы, которые входят в S2. Ну, давайте я даже могу написать это в виде комментария. Элементы S1, запятая, не входящие в S2. Ну, вы, наверное, уже догадались, что рекурсию мы будем ввести опять по S1. И опять, если множество пустое, то результат тоже будет пустым. Поэтому пишем CONT. Если S1 пусто, то результат будет MIL. Тут все понятно. А в противном случае? А в противном случае мы берем голову S1 и проверяем, входит она в S2 или не входит. Если она входит в S2, то есть тогда вот так. У нас NEMP, наша же функция. Если голова S1 входит в S2, то эта голова нам не нужна. Мы ее отбрасываем. И в этом случае просто строим разность между KDR S1 и S2. А S2 у нас по-прежнему не меняется. Ой, вот скобочка-то вот тут должна быть. Вот так. Вот так. Ну, проверим. Баланс скобок правильный. В этом условии правильный. Вот. Если входит. А если не входит, то тогда ее надо сохранять. В противном случае сохраняем. Конс. Кар. S1. Ну и присоединяем ее к разнице остатка. Так. 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 Ну, сейчас проверим, как это будет работать. Проверим, как это будет работать. Ну, берем ДИФ. Раз, два, три. Три, четыре, пять. Ну, из первого множества должны быть выброшены элементы, которые входят во второе. Ну, таких элементов только один, это тройка. И поэтому ответ должен быть один-два. Ой. Виноват. Видите, я ошибся. Увлекся. Апостров поставил не там. Ну, ничего. Пускай эта ошибка послужит нашим общим целям. Ошибаться не надо. Ну, посмотрите, что получилось. Не найдена функция три. А, кстати, апостров три и три это одно и то же. Потому что тройка это самый определенный терм. Опа. Вот теперь правильно. Получилось один-два. Хорошо. Это у нас разность множества. Теперь есть еще одно понятие, которое называется симметрическая разность. Вот посмотрите еще раз на эту картинку. Симметрическая разность показана вот на этой диаграмме. Это объединение элементов, которые входят либо в А, но не входят в Б, либо в Б, но не входят в А. Понимаете? Ну, симметрическую разность можно построить в одно действие, а можно свести ее к предыдущей задаче. Ну, давайте попробуем так и поступить. Сведем, построим симметрическую разность двух множеств. Виноват, виноват, виноват. Мы создаем новую функцию. симметрическая разность S1-S2. Мы можем построить ее просто как объединение. У нас union-то есть уже. Мы же его написали. Мы строим его как объединение разницы S1-S2 div S1-S2 и обратной разницы div S2-S1. Так? Так. Ну, вот у нас получится симметрическая разность. Ее можно было бы сделать рекурсивно, но зачем, когда это проще выразить через уже наработанные нами функции. Ну, вот и давайте посмотрим, чему будет равна симметрическая разность вот в таком случае. Возьмем символьные списки. Такой список A, S, D, F, G. Вот такой список и вот такой D, F, G, H, G, K. Смотрим. По-другому симметрическую разность можно получить так. Построить объединение и из объединения выкинуть пересечение. Будет то же самое. На картинках в этом можно убедиться. Ну-ка, проверяем. У нас получается A, S это правильно, а H, G, K тоже правильно. Вот. У нас построены уже сколько? Раз, два, три, четыре теоретика множественной операции. Но это элементарные операции. Нам еще предстоит построить две достаточно сложные операции и одну операцию сравнения. Смотрите, все у нас вроде бы получается хорошо, но есть одна неприятность, которая портит нам, может испортить нам восприятие того, что мы выстроили с вами теоретикой множественной операции, вроде бы все хорошо. Ну, давайте посмотрим. Возьмем, например, Union. Возьмем, например, Union и сделаем вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Объединим его с четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я думаю, это возражение не вызывает. А теперь давайте поступим вот как. Я возьму и просто поменяю местами аргументы. Вот так. Ну и посмотрите, что у нас получилось в этом случае. У нас получился список-то другой, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. А раньше у нас 1, 2, 3 был в самом начале. Вот эти два списка как списковые структуры, они не равны друг другу, но как множество они эквивалентны. Я имею в виду список вот этот и список вот этот. Как наборы чисел они эквивалентны, потому что они состоят из одних и тех же чисел. Но эти числа идут в разном порядке. Как их сравнить? Давайте напишем служебную функцию, которую мы назовем equal set эквивалентны множества. И она для таких для таких множеств должна выдавать t, а для других должна выдавать nil. То есть она должна сравнивать наборы элементов вне зависимости от порядка. Давайте это реализуем. Как это можно сделать? тут ну допустим вот так начинаем equal тире set эквивалентны множества параметры s1 и s2 как бы нам исхитриться и это сделать? Можно конечно использовать рекурсию но посмотрите если у нас два множества совпадают как вы думаете чему равна их симметрическая разность? Ну-ка давайте посмотрим сюда вот симметрическая разность показана на этой картинке если если два множества совпадают чему будет равна заштрихованная часть когда мы будем два круга вот этих а и b сближать у нас белая часть будет становиться все больше и больше и когда круги совпадут то белая часть зальет результат и таким образом для симметрической разности симметрическая разность множества сама собой равна пустому поэтому мы можем поступить вот так смотрите если множества равны пускай она выдает нам t если множества не равны пускай выдает нил но это будет вот равенство множества будет в том случае когда их симметрическая разность пуста то есть now sim div s1 s2 никакой рекурсии вот у нас equal set давайте проверим как это будет работать equal set возьмем одно множество a b c и возьмем это же множество но элемент возьмем в другом порядке c a b я надеюсь что все будет правильно вот они совпадают а если мы куда-нибудь добавим какой-нибудь элемент например вот такой n хотя бы то у нас будет нил теперь они разные вот мы построили набор элементарных операций над множествами но теперь я бы хотел теперь я бы хотел решить еще две интересные задачи знаете ли вы что такое декартово произведение множества это тоже очень важная операция если есть два множества а и b то декартовым произведением называется множество всех пар которые первый элемент который из а а второй элемент из b ну кстати декартово произведение это как вы понимаете в честь декарта который придумал декартовую систему координат и вот в этих терминах плоскость есть декартово произведение двух перпендикулярных прямых потому что координаты точки на плоскости это пара чисел Первый элемент, который это абсцисса, второй элемент – ордината. На самом деле всё очень логично и всё очень хорошо увязано. А наша задача – реализовать декартовое произведение для конечных множеств. Как же нам это сделать? Нам нужно научиться строить множество пар. Ну как? Давайте напишем сначала служебную функцию. Назовём её mk-pair, то есть построить список пар. Вот таким образом. mk-at-make-pair. Тут у нас будет некий элемент a и список lst. Наша функция mk-pair должна построить из списка список пар. При этом первым элементом пары у нас должна быть везде величина a, а вторым элементом очередной элемент списка lst. Ну смотрите, тут опять код нам знакомый. И опять. Если список пуст, то и множество пар пусто. Не с чем строить эти пары. lst, извините, null, lst. Тут получается nil. А в противном случае строим очередную пару с головой и приделываем её по консу. Консолидируем очередную пару. Ну как нам построить пару? Да проще всего вот так. Функция list, мы ей иногда пользуемся, она берёт элемент a и голову car lst. Вот у нас получилась пара. Из первого элемента он у нас фиксирован, а второй элемент будет пробегать наш список lst. Вот. И применяем её, приделываем эту очередную пару к рекурсивному вызову на хвосте. но тут надо опять a, а здесь не lst, а kdr lst. Тыц, тыц. Так. const t, const diff. Вот у нас получилась функция mkpair. Ну прекрасно. Проверим, как она работает. mkpair. Ну давайте возьмём так. А там a, а здесь в качестве f списка возьмём такую строчку. И посмотрите, у нас получился список списков. Каждым элементом этого списка является пара. В каждой паре первый элемент a, а второй элемент пробегает весь список от q до y. Готово. Эта функция у нас готова. Теперь мы можем построить декартовое произведение. Так и назовём эту функцию декарт. И у неё будет два множества. s1 и s2. Как мы это будем делать? Мы будем пробегать первое множество, брать из него очередной элемент и этот элемент комбинировать со вторым множеством, получать список пар, и этот список пар мы должны этот список пар мы должны присоединить к результату. Понимаете? У нас из одного элемента множества s1 получится целый список пар, и мы должны этот список пар соединить с результатом применения нашей же функции на остатке s1. Ну вот, давайте действовать так. Если у нас список первый кончился, то мы возвращаем пустоту. В противном случае мы присоединяем по append, потому что у нас получится список по append мы присоединяем список, список, который получается применением mk-pair от первого элемента, это голова списка s1, а второй элемент s2 у нас не меняется. Вот это будет список пар всех элементов второго множества с первым элементом первого множества мы его присоединяем к рекурсивному вызову нашей функции декарт на хвосте s1. а s2, я говорю уже, сидит и надувает щеки, как генерал на свадьбе. Так, 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 так. Обратите внимание, построение такое чисто рекурсивное решение получается довольно простым. Завтра мы, может быть, если я не забуду, рассмотрим эту же задачу с помощью циклов. Может быть, это вам покажется более привычным, но к рекурсии тоже надо привыкать. Вообще привыкать к рекурсии полезно, потому что это универсальный, очень мощный способ программирования. Он вам поможет в любом языке. Совсем не обязательно, что вы потом будете программировать на лиспе, но вот этот тренаж очень для программиста, я считаю, полезным. Ну и не только я. Также считают и организаторы LSUP, поэтому мне и дают возможность тут поучаствовать, меня приглашают. Поэтому я думаю, от этого есть польза и вам, ну и мне приятно. Давайте проверим, как это работает. Возьмем список 1, 2, 3 и другой список A, B, C, D. Так. Ну-ка. Вот что у нас получилось. Если мы внимательно посмотрим на этот список пар, то мы увидим, что единичка скомбинирована с A, B, C, D, потом двойка скомбинирована с A, B, C, D и так далее. У нас получилось действительно Декартовое произведение. А, кстати, а сколько в нём элементов в Декартовом произведении? Ну, это легко посчитать. Если в одном множестве N элементов, а в другом K элементов, то множество, количество пар будет равно их произведению. Ну вот тут у нас 3 и 4, 12. Можно, конечно, посчитать это и вручную, а можно поступить вот так. Просто к результату не печатать его, а просто взять от него длину. Вот как это выглядит в Лиспе. Берём длину. Мы сегодня ещё этим приёмом один раз воспользуемся. И вот 12. Всё правильно. Ну а вот если мы возьмём, например, вот такое Декартовое произведение, а на этом месте мы поставим не символный список, а возьмём range от 1 до 100. Сколько у нас будет элементов? у нас должно быть 100 на 3, 300 элементов в результате. Ну давайте проверим. Действительно, ответ 300. Но если нас интересует этот список, никто не мешает нам ленс убрать и его напечатать. Давайте убедимся. Ну теперь ещё одну скобку придётся убрать. Справа. Вот он. Список получился, конечно, не маленький. Тык-тык-тык-тык. Вот он, этот список. Хорошо. Хорошо. Теперь у нас осталась последняя, самая сложная задача. Дано конечное множество. Нам нужно построить множество всех подмножеств этого множества, начиная с пустого. Ну вот смотрите. Если у нас множество состоит, например, из двух элементов, то весь список его подмножеств выглядит так. Во-первых, пустое множество. Пустое множество является подмножеством любого. Во-вторых, множество 1, множество 2, ну и, наконец, полное подмножество 1, 2. Вот обратите внимание, в нашем множестве 2 элемента, а количество подмножеств оказалось 4. Это не случайно. 2 в квадрате. Давайте возьмём теперь множество из 3 элементов. Что получится в этом случае? Сюда придётся добавить ещё тройку. Сюда придётся добавить 1, 2, скажем, 2, 3 в любом порядке и 1, 3. 1, 3. Ну и, наконец, всё множество 1, 2, 3, его никто не отменял. Сколько их всего получится? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Их оказалось 8, то есть 2 в кубе. Для множества из n элементов множество всех его подмножеств будет 2 в степени n. Ну, это такая красивая теорема, её можно доказать по индукции. Мы не будем это делать, потому что мы всё же не математикой, занимаемся опрограммированием. Поэтому мы сейчас должны просто построить это множество, как сгенерировать все эти подмножества. Как же нам это сделать? Мы тоже это в одно действие не сделаем, так же, как и Декартово произведение. Нам придётся сделать одну вспомогательную служебную функцию. И только потом у нас получится правильное решение. Но сначала нужна идея. Естественно, что решение будет рекурсивным. Кроме рекурсии мы никаких других приёмов не знаем. Рекурсия, ну вы уже, наверное, увидели это. Я, к сожалению, это вам не сказал. Я не уделял большого внимания теории, а больше напирал на практику. Но, тем не менее, вы, наверное, заметили, что рекурсивный подход к решению задачи всегда сводит задачу с параметром n к задаче с параметром n-1. Давайте попробуем поразмышлять в этом направлении. Если мы можем построить множество всех подмножеств для множества из n элементов, как из него получить множество всех подмножеств из n плюс 1 элемента. Это на самом деле очень просто. Берём все множества, множество всех подмножеств из n элементов, а все эти множества войдут в результат. Они там должны быть. А потом к каждому из этих элементов создадим копию и добавим туда по вот этому новому элементу, который отличает множество из n от множества из n плюс 1. Ну, смотрите, если я это плохо объяснил словами, конечно, это было бы лучше, если была бы доска. Но, смотрите, вот предположим, у нас множество 1, 2. Множество его подмножеств – это пустое, единичка, двоечка и 1, 2. Теперь нам нужно добавить к этому множеству тройку. Что мы будем делать? Я делаю так. Во-первых, всё вот это мы переписываем, потому что все эти элементы обязательно войдут, им деваться некуда. А потом к каждому из этих элементов, смотрите, я делаю ещё одну копию, и в каждый из этих элементов я первым элементом добавляю тройку. Три, 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 три. Но следите за руками. У нас получилось 8 элементов, всё правильно. Поняли? Надеюсь, что да. Теперь, после того, как поняли, решите эту задачу, дело техники. Значит, нам нужна программа, которая функция, которая к списку списков добавит заданный элемент в каждом списке в первую позицию. Назовём эту функцию addL, ну, alt – элемент, элемент А, а список списков пускай называется LSTS. Вот так. И опять-таки, простая рекурсия. Когда список LSTS пуст, возвращаем mil, возвращаем mil, а в противном случае в противном случае берём оконс, вот тут будет немножко сложнее. Берём очередной элемент голову LSTS, это список, потому что LSTS – это список списков. К этой голове мы опять-таки по конс, видите, тут будет два раза конс вложен, при голове LSTS приделываем элемент А, получается новый список, и его мы делаем первым списком результата, а хвостом этого списка будет вызов. addLt, а здесь будет KDR, хвост, LSTS. Так, 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 так. Проверим, как это работает. Ну, возьмём, например, единичку, а здесь пускай будет A, S, D, F. Только нет, это не годится. У нас должен быть список, поэтому здесь пускай будет вот так. Вот так, вот так, и вот так. Ну, допустим, не играет это роли. И смотрите, у нас был список из трёх списков, у нас три списка и получилось, но в каждой из них на первую позицию воткнулась единица. Вот эта функция нам сейчас очень даже сгодится при построении множества всех подмножеств. Назовём нашу функцию вот так. All subsets Ну, здесь какое-то множество S. Оно единственное. Что мы тут делаем? Мы строим сначала множество всех подмножеств нашего S без первого элемента. Сводим задачу к размерности n-1 all sub sets kd-r s Вот так. Теперь мы договорились, что нужно этот результат объединить с добавлением головы исходного множества в него же. Поэтому, смотрите, я вот это просто копирую. Вот так. И сюда добавляю голову. add alt первым элементом идёт car s car s вторым вот это значит вот так это будет результат. и всё это вместе объединяем по append вот и решение. Добавляем пару лишних скобок в конец и вот вам множество всех подмножеств. Сейчас мы это решение обсудим. Оно, к сожалению, не очень хорошее. Работать оно будет, но оно не очень хорошее. Давайте проверим. all subsets ну и возьмём чтобы проще было считать из трёх элементов. Ой 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 видите оно не то, что не хорошее оно даже и не работает. Почему так получилось? А потому что я опустил рекурсивную проверку. Видите? И на старуху бывает проруха. Я немножко ошибся. Конечно, программа-то должна быть рекурсивная. А я этого не сделал. Ну вот я ошибся. Ошибся нечаянно, ненарочно. А вы делаете выводы из этих ошибок. Если множество пусто если множество пусто то что будет множеством его подмножеств? Очевидно множество состоящее из одного пустого множества. Вот это очень важно. Возвращаем мы вот такую конструкцию лист нил это множество состоящее это список состоящий из одного атома нил. А в противном случае мы делаем вот так. Как тут и написано я поторопился. Ну и тут надо будет в конец еще скобочку воткнуть. Кстати обратите внимание как выглядит ошибка когда превышена у рекурсивной функции не было предусмотрено выхода. Это называется терминальный ветвь рекурсии. Вот мы в рекурсивной программе не сделали терминальный ветвь. В результате у нас произошло зацикливание но это зацикливание вечным не будет когда исчерпается установленное в настройках этой программы максимальное количество рекурсивных вызовов то выскакивает вот такое сообщение превышение допустимой глубины рекурсии. Ну сейчас я надеюсь все будет хорошо. Ну-ка что у нас тут так 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 все ли тут хорошо что-то я сейчас проверю ага ну вот смотрите что у нас получилось считаем общее количество раз два три четыре пять шесть семь восемь все правильно понятно что количество подмножеств данного множества растет очень быстро если вы возьмете скажем ну множество из ста элементов и вот этой программой попробуйте сгенерировать все его подмножества у вас должно получиться два в сотой степени ну чтобы вы представили себе что это такое я вам покажу два в сотой степени это вот столько это огромное число оно огромное даже если как бы сказать вот такое количество секунд оно огромное по сравнению со всей человеческой истории понятно что не запускайте эту программу для множества из ста элементов она мягко говоря будет работать очень долго мы не дождемся но для множества сравнительно небольшого количества она будет работать ну вот например для множества из пяти элементов у нас должно получиться 32 для множества из шести там соответственно 64 ну мы сегодня с вами с теорией множества закончили полностью выполнили нашу программу теперь осталось вам дать некоторые задачи на дом давайте я вам дам на дом пару простых задач они вот тут лежат в конце этой презентации сейчас я вам их отображу вот две из них мы уже с вами решили поэтому если вы следили за тем что мы сегодня сделали вам и так хватило работы поэтому решите вот одну задачу написать функцию zip которая строит из этих списков результат вида xa yb ну короче говоря объединяет их как два как две расчески вставленные одну в другую чтобы элементы списка чередовались первый элемент первого первый элемент второго второй элемент первого второй элемент второго если списки разной длины то более длинный список его элементы отбрасывайте вот ну я надеюсь что задание вам понятно у кого какие вопросы вы знаете как мне писать пишите присылайте свои решения что у кого будет получаться а сейчас мы с вами прощаемся до следующего дня до следующего дня до следующего дня